Знаете, хочу вам одну картинку показать, с этого начать. Можно картинку? Сказали, что пока нагреется, тебе надо что-то говорить. Я буду говорить. Знаете, я тоже был в РЭТО, был два раза. Первый раз в 98-м году я спрятался от милиции там. Бог там меня нашел в это время. Я познакомился со Христом. И второй раз я поехал в РЭТО, потому что первый раз я Богу не доверял и сам пытался что-то сделать в своей жизни. И вот эти мои действия привели меня к бомжам. Я спился, пил динутурат и жил с бомжами. Хотел умереть, не получилось. Поехал в РЭТО умирать. Вы знаете, если вы не умрете для своей жизни, вы не воскреснете со Христом. Вы не будете жить со Христом. Если у вас есть своя жизнь, ну, Бог скажет, ну, живи своей жизнью. А во Христе, это жизнь во Христе. Аминь или нет? Аминь. И картинки нет. Уже заканчивается бензин, а картинки нет. Но так бывает. Я прихожу куда-нибудь. Бывает аппаратура зависает. Бывают компьютеры ломаются. Ну, это тоже картинка. Сейчас пойдет, пойдет. И, знаете, я второй раз в РЭТО побывал. Я хотел там оставаться навсегда, но Бог... Вот после конференции, я четко помню слово на конференции. Там было слово, когда Иоанн и Петр, они... Не, Иоанн и Андрей, они помывали сети там, а не с Петром. И Иисус сказал, закиньте сети, отплывите, закиньте на глубину. И все, из этой конференции, которая весенняя конференция, это единственное, что я услышал для себя, я начал искать. Бог, что ты хочешь говорить мне? И, знаете, это покоя мне не давало. Я стал поститься, не то. Я стал больше Библию читать, не то. Стал вроде, ну, с новенькими больше время проводить, не то. И просто в какой-то момент Бог стал меня выпирать оттуда. И я заходил в столовую, где, как обычно, там 150, там 140, 170 человек, ну, много, да, было народу в те годы. И у меня тому горло, я хочу с ними оставаться, я не хочу уезжать. Но Бог выпирает. И я, ну, честно говоря, я не понимал до конца, что происходит, но я принял в своей жизни решение быть послушным Богу, послушным Духу Святому. Потому что Слово Божие, оно говорит, если ты слышишь и поступаешь по Его Слову, тогда ты принесешь плод. Иисус сказал, что без Меня вы не можете вообще делать ничего. И Он ожидает же от нас плод, правда? Да или нет? И если мы слышим Бога, но какие-то человеческие структуры или какой-то человек нас останавливает, и мы, ну, останавливаемся, то мы непослушны Богу. Знаете, я думаю, что уже многие, да, ну, побывали в церквях, многие слышали христианские разные истории о пробуждении. Слышали? Кто не слышал, помашите рукой, кто слышал. Вот. И ни одно пробуждение, оно без конфликта не произошло. Ну, в церкви, понимаете? Не произошло, потому что один услышал от Бога, и он говорит другому, слушай, надо туда, надо делать так. Второй не услышал, и он не понимает. И он говорит, да ладно, чего ты. И вот ребята из Испании, они рассказывали о том, что Раймунда получил от Бога видение. И он говорит, а люди не понимают. Ну, понимаете? Хорошо, когда человек в послушании двигается, и он просто, ну, не понимает, но тупо пошел за, ну, пастором, да, за тем, кто начал это все, и входит в благословение. Но, с другой стороны, если человек не понимает, он, ну, как бы, начинает в другую куда-то сторону идти, да? Но важность в том, чтобы ты слышал от Бога. Важность в твоих личных отношениях. Тут кто у нас? А, вот, появился мужик. Вот это мой друг. Мы построили молитвенный дом, и там ребята взяли снеговика, слепили. И я, когда мимо него шел, Бог со мной заговорил, он говорит, смотри, это мечтатель. И таких мечтателей много вообще, в церквях много. В твоей церкви есть. Иногда ты сам такой мечтатель. И у него есть очки, да, кто строитель, понимает, это очки, болгарки там, пили. Есть пару рулеток. Ну, что у него не хватает? У него не хватает ног. У него не хватает вот этих сандалей, готовности, благоверствовать. Понимаешь? Иногда мы похожи на такого мечтателя. Мы сидим, мы критикуем всех и вся. У нас этот не так, там служение не то, это не все. Но мы сами, мы не хотим быть как Елены, мы не хотим быть как беззаконники. У нас своя картина о том, как Бог должен нас направлять. Понимаете? И мы сидим. Но Бог нас родил, мы Его дети. Все, что нам нужно, это слышать от Него и исполнять. Иисус говорит, я ничего не делаю, если отца не увижу девушек. И ты тоже ничего не делай, если ты Бога не слышишь. Тебе просто надо взять время, взять паузу, остановиться и провести время. И я хочу одну историю прочитать. И я хочу вас призвать к молитве, чтобы вы вошли и говорили с Богом не как всегда, но как с другом, как с отцом, близко-близко. И здесь история такая. И вот, некто именем Захей, начальник мытаря и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был роста. И забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И знаете, Иисус шел этой дорогой, он шел, и он через Ерехон. И там вот этот Захей был. Знаете, почему он не мог приблизиться к Иисусу? Его бы сразу прессонули. Потому что Захей был мытарь. Он был, ну, для них он был враг вообще. Он был для них самый ужасный человек. Мытарь. Он обирал евреев. Понимаете? Поэтому, а он еще маленький, маленький, он боялся вообще приблизиться к Иисусу. Ну, тогда он взял и что-то сделал в своей жизни. Он обижал всех, залез на дерево и видел Иисуса. И знаешь, Иисус, когда прошел то место, я хочу тебе сказать, ты, может быть, в том месте, где проходит Иисус сегодня. Иисус потом больше этим местом никогда не ходил. Он не вернулся. Он пошел, и он зашел на крест. Понимаешь? И у Захея больше не было шанса. У него не было больше шанса увидеть Иисуса. И он использовал свой шанс. И Библия говорит, что всему время и место и случай. Бог дает случай. И вот это вот, это не все, знаете, как бы просто так, ну, случайно попал сюда. Кто-то случайно в Ретто приехал. Нет. Кто-то случайно Бога узнал. Библия говорит, да не вы меня нашли, я вас нашел. Понимаешь? Иисус тебя нашел. Не случайно. Он хочет, чтобы ты стал действительно лидером для того народа, в котором ты живешь. Не то, чтобы ты там начал какой-то клуб свой там, да, или какой-то сетевой маркетинг. Но живи как Иисус. Больше ничего не надо. Ищи Его присутствие. Ищи Его Слово. Слушай. Проводи время. Бизнес не пострадает. Бизнес укрепится твой. Если ты найдешь время для Бога, для первой заповеди. Если первая заповедь не соблюдается, что мы дальше-то ждем? Если первая заповедь говорит, возлюби Бога всем сердцем. А когда ты с Ним время проводил? Что за любовь такая? Понимаешь? Поэтому каждый день ты иди к Иисусу утром. Каждый день начни с Ним, ну, встречайся с Ним. И сейчас я хочу призвать, чтобы вы, ну, как Захеи, порвали цепи и начали, ну, реально с Богом это служение. И потом были готовы с открытым сердцем принять от Него Слово. Потому что мы здесь, чтобы принять от Него Откровение и Слово. Мы не просто так пришли сюда. Аминь. Я смотрю, уже больше половины зала нет. Но ты-то здесь. Понимаешь? Захеи, что было, все равно на них. Он залез. Они думали, вот что за сумасшедший мытарь вообще. Ты что, куда ты лезешь вообще? А Иисус ему сказал, ты, ты, ты мытарь. Помните, да, говорили о женщине, заставшем, ну, которую заставят прелюбодеянина. Все разбежались. Не важно, кто там рядом с тобой. Не важно, что там думают. Я просто, ну, жажду, чтобы каждый из нас принял от Бога в свое сердце огонь, видение. Ну, ожил для Иисуса. Плюнул на свою жизнь. Потому что Библия говорит, если ты не умрешь для себя, ты не принесешь холода. Ты не можешь сохранить свою душу, если ее не потерять. Библия говорит, ты не заботишься ни о чем. Бог будет заботиться о тебе, прежде всего, Царство Божьего ищи. Я не просто так это говорю, потому что я в своей жизни, я принял это решение, я это делаю. И много раз самый большой брак в моей жизни, это я сам. У меня желание машины, желание там одежды, бабки. Все ездят по миру. Ой, у меня паспорт заграничный лежит, но я нигде никогда не был. Будет. Будет, да. Если Богу надо, так и Библия говорит, если надо, то будете, если не надо, то не будете. Понимаете? Ну, я вам скажу, что Бог прославился в моей жизни. Он мне позволил 8 лет назад начать революционный центр. 10 лет назад меня рукоположили как пастора. Я сейчас не превозношусь, поймите. Вы каждый потенциал огромный, вы рожденные от Бога. Этот мир нуждается в детях, в настоящих, в рожденных детях. Полные церкви сидят в трупах, понимаете? В трупах, просто в трупах сидят. И да, аминь, да, аминь. Понимаешь? А ты где? Ты где? Ты для них. По-настоящему. Вот этот дух, который в тебе, он должен распространиться. Это Иисус пришел, чтобы спасти погибающих, понимаете? И мы ответственны за это. Мы ответственны. Мы приняли. Мы хрестились водой. Кто крещен водой? Кто обещал Богу добрую совесть? Все мы крещены. Тогда ничего не должно останавливать нас. Понимаешь? Люди шли ко львам, в рот там. Много говорили глупостей про них. Или еще что-то. Наши отцы, которые передали эту веру, которая дошла до нас. Они по многу лет сидели в лагерях за веру. Понимаете? Но они не отрекались от Иисуса. А тут не только не отрекались. Просто если мы сели, ничего не делаем, это хуже. Понимаешь? Там хоть давление было. И был момент, можно там, ну, сказать, ну, меня бы убили. Понимаешь? Там вот Петр, да, отрекся. Ну, там давление реальное было. И я его понимаю. Но когда никакого давления вообще, вообще никакого. Христианин, никакого давления на вас нету. Ни на кого. Единственное давление здесь. Ты сам себе настроил каких-то планов, каких-то горизонтов. И пытаешься их исполнить. А Иисус-то, Он один. Путь истинная жизнь. Он идёт другой дорогой. А ты другой дорогой. И ты думаешь, а что я его не чувствую? Что, ну, ну, где мои плоды? Почему я не, никого не рожаю? Слушай, Он не сделал тебя бесплодным. Он сделал тебя отцом вообще. Отцом. Ты должен рожать духовных детей. Ты не бесплодный. В тебе то семя, которое, знаете, ну, у мужиков есть сперматозоиды. Вот у тебя есть от Бога семя, которое производит жизнь. Если ты его передашь, оно произведёт жизнь. Я куда-то иду. Я же не спикер сидит. Я прошу вас, давайте молиться и искать Бога. Если Бога обзыскать, он не злой дядя. Он хочет нас наполнить. Просто пусть придёт Бог, как Он хочет. Пусть Он наполнит каждого из нас. Просто открой Ему сердце. Просто вожживай Его, вожживай перемен. Скажи Богу, я выйду отсюда, и я буду менять. Я буду менять. Я не буду больше исполнять. Прости меня. Я не буду больше исполнять. Я буду слушать тебя. Отец хочет послушания. Почему-то мы, когда были в центре, мы все это понимали. Без послушания нету христианства. Вышли из центра, сами себе режиссёры стали. Но Бог-то продолжает говорить. Ты должен слушать Его. И Он хочет тебя направлять. Где тебе был? Как поступать? Ты не слышишь Его? Просто начни. Каяться просто. Покайся. Покайся. Я слышал тебя, но я не делал. Ты меня прости. Всё. Ничего больше. Это просто на самом деле. Сложно. В другое время. Просто. И после этого твоя жизнь начинает течь по-другому. С Иисусом. Аминь. Давайте будем славить Бога. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»